Тринадцатое заседание регионального законодательного собрания началось с годового отчета правоохранительных органов области. В докладе прозвучали показатели в сравнении с прошлыми годами, а также озвучены причины кадровых проблем силовых структур. Осложнение криминальной ситуации в Оренбургской области в новшем году не зафиксировано. Тренд общего сокращения преступности отмечается на протяжении последних двух лет. А количество умышленных в подчинении тяжкого вреда здоровья, в разбой, в грабежи и ряда других значимых преступлений снижается из года в год. Доход, к примеру, полицейского патрульно-постовой службы, два года, который на службе находится, это 34 тысячи рублей. Десять лет – это 37 тысяч рублей. Несоответствие их должностного удовольствия широкому спектру полемых задач не способствует, конечно, решению кадровых проблем. Несмотря на снижение динамики разного рода правонарушений в регионе, депутаты оппозиционных партий выступили с критикой эффективности органов. В частности, претензии касались работы с киберпреступлениями, а также ряда громких преступлений. Требуется озвучить также некоторые из наиболее резонансных преступлений, зафиксированных на территории Оренбургской области. В представленной информационно-аналитической записке отмечается, что криминальную обстановку продолжают оказывать негативное влияние преступления, совершаемые с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Весьма значительный общественный резонанс произвело дело так называемого кооператива «Семейная копилка». По факту мошеннических действий данной организации гражданами были поданы заявления в полицию и даже задержан директор «Семейной копилки». Но возникает резонный вопрос, а где остальные выгодоприобретатели? Проводятся ли по ним в их отношении оперативно-разоскные мероприятия? Доверие ОВД в вопросах защиты личных имущественных интересов на 2022 год 59,2%. Показатель 2020 года 67,8%. Это та оценка, которую жители Оренбургской области в том числе ставят полиции. И безусловно, эта оценка не очень лицеприятна. О чем это говорит? Все меньше и меньше жителям Оренбургской области становится безопасно жить на территории Оренбургской области. Преступления в сфере IT. Вот из вашего доклада снижение на 8,6%. Но раскрываемость этих преступлений по вашему докладу 29,8%. Коллеги, это менее третий. Отчет эффективности работы регионального ОМВД большинством голосов был принят. Помимо этого депутатский корпус поддержал проект о налоговых декларациях. За проголосовали 30 депутатов, 15 против. Мы опросили горожан, считают ли они данное решение необходимым. Должны, однозначно. Бог им судья будет. Они все-таки должны отчитываться. Обязательно. Конечно. А что это изменит? В первую очередь должны они. Я думаю, нет, это их дело. Все должно быть прозрачно, как у нас, так у них. Честно сказать, не знаю, но скорее всего, да. Все-таки они представители народа, значит, должны отчитываться перед народом за свои действия, поступки. И за то, как они сами себя содержат. Чтобы все прозрачно было. Народ должен знать, чем человек живет и на какую зарплату мы вообще живем. Потому что они как-никак зарабатывают для себя, для своей семьи. У них своя семья есть. Потому что они живут на наши налоги. И они полностью должны быть подотчетны населению, народу. Чтобы знал народ, сколько они получают. Каждый должен отчитываться за свои слова, и за свои поступки, и за свои доходы, за свои расходы. Пусть отчитываются, что они лучше нас. Теперь на сайте законодательного собрания нельзя будет увидеть информацию о доходах конкретного депутата. Вместо этого будет показываться информация о том, сколько народных избранников предоставили свои декларации. Также решением ЗАГСОБа принято предложение об упрощении получения мат-капитала. Его еще проиндексировали, так что получить можно около 135 тысяч рублей. Сейчас прорабатывается вопрос о возможности беззаявительного порядка выдачи сертификата. Для граждан с ограниченными возможностями здоровья и социально уязвимой категории населения уточнили размер квоты для приема на работу. Органы службы занятости теперь смогут запрашивать у работодателей информацию о квотировании рабочих мест для других категорий граждан, попадающих под квоту. Роман Ланцев, София Пирогова, Олег Берендеев, городской телеканал ЮТВ.